Всем привет и добро пожаловать, как обычно, в новое видео! Вчера мы съездили в магазин и закупились тонной продуктов, как обычно, ну, на месяц. Мы это делаем раз где-то примерно в 5-6, ну, точнее, нет, раз, наверное, в 4-6 недель, вот так примерно. И чтобы потом просто не покупать какие-то основные вещи. Ну, то, что, конечно, быстро уходит как-то из холодильника, то мы докупаем потом потихонечку. Ну, так вот, я решила вам показать какие-то продукты, которые характерны только для моего холодильника во Франции, скажем так. То есть, раньше их там никогда не было или они были, но в совершенно другом виде. И, кроме того, я вам давно обещала какой-нибудь рецепт. И сегодня покажу как раз такой рецепт, очень простой, очень, наверное, доступный, я бы сказала, всем. То есть, это не будут какие-то там, не знаю, яйца динозавра и кровь единорога. То есть, действительно, вы сможете его приготовить абсолютно спокойно. Ну, и сейчас выходные, вы, наверное, знаете, что у нас опять желтые жилеты, проблемы. В общем, довольно сложно в центре там где-то погулять. Поэтому не сегодня, но завтра, хотя для вас его, наверное, пройдет сколько там, одна секунда. Я вас еще отвезу в Полеру Айаль, там уже начинает свести магнолий. Так что давайте такой продуктово расслабленный влог. Поехали! Что-то мизни-клюжес. Итак, первый продукт, это, конечно же, сыр. Раньше у меня такого количества сыра, естественно, не было в холодильнике. Сейчас в основном мы берем... Какой мы берем в основном? Упс. Мы берем в основном Кунте. Я, по-моему, уже рассказывала о нем. У меня есть видео, кстати говоря, про сыр. Там несколько видов сыра, наверное, штук 6, не помню точно, сколько это давно было. Но я там рассказываю про свои любимые виды сыра. Так вот, один из них это как раз Кунте. Вот он выглядит вот так, он запечатан в вакуум, потому что это отрезанный кусочек. И этот Кунте, нет, не старостью, как это надо правильно сказать, с выдержкой 18 месяцев. И самое главное, это вот смотреть, чтобы был вот такой значок. Аупре, то есть апеллясион д'оржин потеже. Это значит, что, если кратко, что это хороший сертифицированный сыр. Кроме этого, еще я очень люблю козий сыр. И я предпочитаю вот этот вот, он называется Суаньон. То есть его можно купить в любом супермаркете, я так думаю. То есть это не тот сыр, который можно купить только, скажем, в сырном специальном магазине, в хомажере. Нет, это в любом супермаркете. И он очень вкусный, очень нежный. Вот. Ну и кроме того, еще я иногда покупаю вот такой вот сыр. То есть сыр уже нарезанный. И это тоже козий сыр. Это Сан-Лу. То есть есть такой город, который называется Сан-Лу, Святой Волк. И именно там производят как раз вот этот вот, кстати, волк. Козий сыр производят в городе, который называется Святой Волк. Это прям интересно. Это прям сказка волк-семерокозлят какая-то. Но, в общем, да, тоже рекомендую, если вы думали, какой козий сыр попробовать, например. Следующий, немножко похожий на сыр продукт. Для предыстории. Я очень люблю творог или творог, по-разному можно говорить, да? Но во Франции его нигде нет. Есть только в русских магазинах. Да, мне говорят, что вот можно купить то, что называется, там, допустим, коттедж-чиз, там где-то в Моноп есть, в Монопри еще там где-то. Но, ребят, серьезно, это не тот же самый вкус, это не творог. Это нечто похожее. Там молочный какой-то творожный продукт. Но он даже больше не творожный, а кремовый. Так вот, немного, скажем так, что-то похожее на вот такой вот творог. Но, тем не менее, это, опять же, это не оно. Но это немножко такое что-то похожее. Это вот то, что называется Фомаш Фуэдэ. Я очень люблю вот этот. Это бретонский взбитый, получается, сыр, что ли, если перевести. Но, по сути, это как творог такой, очень нежный, как кремовый такой творожный продукт. И этот с солью, то, что называется, сельдогиамонте. То есть, это, в общем, это сорт соли, я так понимаю, 24%. Это довольно жирно для творога. Но это и не творог. Я его обычно намазываю на хлеб или просто так, или, например, с авокадо. Очень-очень вкусно. И, да, у меня еще есть вот такой вот, обычно есть какая-то вариация его. Вот здесь, например, с, как называется, с инжиром. У, я еще забыла один сыр. Это сыр, после которого просто весь холодильник пахнет только им. Если вы открываете холодильник, то пахнет в другом, мне кажется, в конце квартиры просто. Это камамбер. И этот камамбер с кальвадосом и с вот такими вот, как назвать, с панировкой, что ли, вот с такими вот крошечками. Он супер вонючий, честно. Но он очень вкусный. То есть нам нравится именно вот такой вот, если его открыть, видно, вот видите, это по сути сыр, но он покрыт вот такой вот крошечкой. Дальше, что касается еще молочных продуктов, масло. Но, у, кстати, я не замечала, что это тоже бритонское масло. Надо мне все-таки съездить, видимо, в Британь. У меня туда прям тянется страшной силой. Правда, я бы очень хотела съездить в Британь, на самом деле. Хотя там всегда очень плохая погода, говорят. Постоянно идут дожди и все такое, но мне бы очень там хотелось побывать. Так вот, это масло. Но это не простое масло, потому что простое масло у меня всегда было в холодильнике. То есть там в России, не знаю, везде и в Москве, и не только. А это масло соленое. И это опять та самая соль из Герон, то есть сель до Герон. Больше, наверное, всего с соленым маслом я сталкивалась в США. То есть я помню, что я там вообще, наверное, год не видела не соленого масла. Просто там был, как сказать, там было два типа масла. Масло обычное и масло не соленое. То есть для них не соленое масло, это было обычное масло. Тогда как у нас, например, есть обычное масло и есть, скажем, соленое. Там все наоборот. Так вот, здесь тоже есть это соленое масло. Оно довольно популярно. Следующий продукт, который отличается от российских аналогов очень сильно, это, не странно, майонез. Во-первых, здесь майонез очень часто не едят. То есть там в салат и все такое его редко добавляют. Как я уже где-то говорила, только в, пожалуй, кемутез. Так вот, то, что отличает местный майонез, это то, что здесь майонез делается с горчицей. Не знаю, насколько это обычная практика для России. Мне кажется, нет. Но здесь очень сложно найти реально майонез без горчицы. Практически невозможно. И, конечно, за счет этого майонез совершенно другого вкуса, нежели чем, допустим, российский или там какой-то в других странах. Дальше про горчицу. Неизменно сейчас у меня в холодильнике всегда есть вот такая горчица. И это дижонская горчица. Я думаю, вы знаете о том, что во Франции есть такой вид горчицы, как дижонская горчица. Так вот, это еще и то, что называется мутарда леонсиен. То есть, она вот в таких вот шариках. То есть, это горчица в зернах, что ли, горчицы. Следующее, то, что у меня неизменно есть теперь в холодильнике всегда и раньше не было, это салат. И это может быть как руккола, так и любой другой салат. Просто рукколу беру чаще, она мне больше нравится. Это вот такой вот салат в пакете. Раньше я такой вообще никогда не покупала. И что интересно, то, что этот салат уже помытый. То есть, я его реально больше не мою. Вначале как-то было, что я еще мыла, не очень доверяла. А сейчас я просто не мою. Если я вижу, что вот есть такой значок, джа ле-вей, то есть, уже помыто, то я уже его не буду мыть. Соответственно, я просто положу сразу в тарелку. Ну, а теперь, наверное, про самый необычный продукт, который есть у французов в холодильнике. И вы не поверите, если не знаете, это хлеб. Да, да, французы хранят хлеб в холодильнике. Но это не то, что вы подумали. То есть, это не холодильная камера, а это морозилка. Да, большинство французов, нет, не знаю, не буду врать, не большинство, но очень многие французы замораживают багеты. То есть, покупают их свежими, а потом замораживают, соответственно, в морозильной камере. И потом уже просто на тостере их или в духовке, кто где, поджаривают. И уже едят вот такими вот, по сути, практически свежими. У меня сейчас его нет в морозилке. И, собственно говоря, я раньше не замораживала, но хочу попробовать. Так что в моем холодильнике станет на один такой французский, необычный, мне кажется, для российского человека продукт больше. А еще в моем холодильнике можно найти вот такие вот странные вещи. Но, тем не менее, гиперфранцузские это замороженные улитки. Вот так. Итак, рецепт, который мы с вами сегодня будем готовить, называется Blanquette de Voix. Это по-французски. По-русски я поискала перевод. Говорят, бланкет из телятины. Но, в общем, по сути, это такое что-то вроде рагу, наверное, я бы так сказала. В общем, это телятина с грибами, с морковью, в общем, с овощами в кремовом таком что ли соусе. Это один из основных французских рецептов и такая база французской кухни. Появился этот рецепт еще в 30-х годах 18 века. И именно тогда он впервые появился в кулинарной книге как рецепт. Это было такое блюдо, которое отличало буржуазию, потому что именно вот буржуазия ела вот такой вот Blanquette de Voix. Итак, что же нам понадобится? Во-первых, конечно же, сама телятина. Примерно где-то 600 грамм. Дальше нам понадобится несколько морковок. Вот здесь вы видите, у меня их 4. Вот это я забыла, как называется по-русски. Наверное, называется по-французски. Одна большая луковица. Примерно где-то грамм 100, где-то так, шампиньонов. Одно яйцо. Про яйца забыла вам сказать. Да, вот видите, вот такие вот яйца. Это тоже то, что содержится в моем французском холодильнике. Что его отличает от моего холодильника российского, потому что во Франции нет белых яиц. Вообще. Я нигде не видела в магазинах белые яйца. Даже не знаю, какие-то фермерские или что-то. Они все вот такие вот коричневые. Просто не выводят такой сорт куриц, которые несут белые яйца. Также нам понадобится где-то примерно 2 столовые ложки муки, 150 миллилитров сметаны и немножко масла. Ну и, конечно, там соль, перец, гвоздичка. И, по-моему, все. Можно еще добавить лавровый лист. Ну, в общем, специи, какие вам нравятся. Ну и не обязательно, но желательно. Белое вино. 150 миллилитров. Во-первых, морковь и редь. Нарезать кружочками. Лук будет резать муж, потому что у меня от него сразу же глаза слезятся. Слезятся. Готово. Шампиньоны можно не резать, если они малюсенькие, но у нас вот такие вот немножко большие, поэтому я их решила вот так вот тоже порезать. Готовить можно в любой какой-то кастрюльке или в чем-то таком с толстым дном, с толстыми стенками, что-то типа бока вот такого. Но французы традиционно готовят в том, что называется кокот. То есть это такая, как кастрюлька с толстыми стенками, да. И у нас она может быть совершенно обычная, то есть та, которую вы ставите в духовку или на плиту, у нас она немножко такой читерский вариант, потому что мы будем готовить в электрической вот такой вот штуке, просто потому что она готовит сама. Вот так вот. И, кстати, у нас не совсем правильная для именно блонкет-дево, потому что вот внутренняя часть должна быть эмалирована белой эмалью. Тогда она вот по такому классическому рецепту, по традиционному именно подходит для блонкет-дево. Но у нас черная, они покупают же, собственно говоря, новую, поэтому как есть. И начинаем с того, что туда кладем вот такой вот небольшой квадратик сливочного масла. Теперь у нас масло растаяло, и нужно туда бросить мясо. Добавить 2 столовые ложки муки. Я добавила бульон. Если у вас нет бульона, то можно просто налить воды. И 150 миллилитров белого вина. Теперь это нужно еще посолить и поперчить. И я еще брошу, да, лавровый листик. Теперь добавляем морковку и редьку. Грибы. И лук. Теперь бросим туда пару листиков, нет, не листиков, как-то гвоздиков, гвоздики и пару листиков лаврового листа. И еще дольем сверху воды. Чтобы примерно, ну не покрыть, но практически покрыть. Все, теперь закрываем крышечкой и ждем 2 часа. Ну, окей, уже, наверное, не 2, а уже, наверное, полтора. В общем, ждем теперь полтора часа примерно. И ставим на медленный огонь. То есть блюдо должно греться. Ну, так, достаточно хорошо греться, но не кипеть. Отделяем желток от белка, потому что нам нужен только желток. И теперь смешиваем 150 граммов сметаны с нашим желтком. Всем привет, как и обещала, привела вас в полер-вояль. Тут сейчас начинает уже цвести, точнее, уже так буйно цветет, я бы сказала, магнолия. Я щурюсь, как обычно, просто очень ярко, хотя не солнечно. Вот, мы пришли поесть, пообедать и посмотреть в этом году, слава богу, на цветущие магнолии. Если вы вдруг не помните, то в прошлом году магнолии, к сожалению, замерзли. И, по-моему, я это снимала, так что можете посмотреть влог за прошлый год. Я, может быть, залинкую внизу, если вспомню, в каком это было видео. Сказывать тут особенно нечего, если честно, просто давайте я вам покажу, как здесь сейчас приятно и красиво. Весна наступила. Надеюсь, у вас тоже потихонечку наступает весна. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Кто-то тут разбрасывает карточки Uno. Кто из вас играл, поднимите ручки. В общем, да, мы возвращаемся обратно уже на работу. Время обеда уже немного так подходит к концу. Да, но надеюсь, вам понравилось такое немножко кулинарно-продуктово весеннее видео с магнолиями и небольшой такой прогулочкой. Если вам интересны какие-то еще рецепты, то пишите внизу. Ну и да, я вам говорю пока и до встречи в новых видео совсем скоро. Пока. Я надеюсь. Пока. Пока.